Радиостанция Говорит Москва, четверг, 19 февраля, 19 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Сегодня на баррикадах американский журналист Майкл Бом. Майкл, добрый вечер. Добрый вечер. Политолог, член общественной палаты Сергей Марков. Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, Левада-центр спрашивает граждан Российской Федерации и приходит к выводу, что антизападные настроения в России достигли исторического максимума. Число граждан России, которые называют отношения между Россией и США враждебными, за год растет более чем в 10 раз. Гэллоп спрашивает американцев, он пытается выяснить, кто считает главным врагом США именно Российскую Федерацию. И выясняет, что за год количество американцев, которые говорят, да, действительно, Россия главный враг США, увеличивается в два раза. Что это такое, Майкл Бом? Да, это как раз меня удивило, потому что я исходил из позиции, что Россия, я имею в виду после Крима аннексии, до этого вообще о России не думали, не писали, но я исходил из позиции, что Россия это угроза европейской безопасности. Оказывается, что по этому вопросу Россия угрожает и Америке тоже. До Америки далеко. Поэтому это меня очень удивило. Причем мировой терроризм, это американцы чувствуют очень близко. Поэтому несколько лет тому назад только 2% считали Россию врагом. В 9 раз. В 10 раз в России, в 9 раз в Штатах. Мы смотрим друг на друга как на врагов. Да, но нет, 18%. Но все-таки в России аналогичный процент гораздо выше. Тот процент, который считает Америку врагом, гораздо выше 18%. То есть это лавинные доли россиян, это все опросы так говорят, лавинные доли россиян считают Америку врагом и давно так считают. Вот это 18% это новое явление. Я еще раз говорю, это после Крима и Донбасса. Это Майкл Бом. Еще раз напомню, просто раз уж мы заговорили, цифры должны прозвучать. В Америке в результате этого 9-кратного роста 18% граждан говорят, что Россия главный враг США. В России после 10-кратного роста 81% граждан говорят, что негативно относятся к Соединенным Штатам Америки. Сергей Марков, что это? Ну это нормальная, здравая оценка людьми ситуации. Россия и США находятся в состоянии войны. Соединенные Штаты Америки агрессивно напали на Россию, начали гибридную войну в сочетании дипломатической, военной, совершили государственный переворот в Украине. Привели к власти марионеточную пропагандистско-террористическую хунту, которая огнем и мечом, так сказать, прошлась по Украине, уничтожила тысячи русских людей там. И вот, например, последние данные, только в Харькове арестовано 700 так называемых сепаратистов. Где они там вообще сепаратистов в Харькове? Ну понятно, что это хунта, возглавляемая Соединенными Штатами. Все понимают прекрасно, что решение о войне было принято 16 апреля Турчиновым. После того, как 14 апреля туда прилетел директор ЦРУ по подложному паспорту, между прочим. Решение о новом этапе военной... Он сам не скрывал, что он приезжал. Послушайте, когда его раскрыли, не перебивайте. Когда, значит, следующее решение более полномасштабных, то есть применение боевой авиации, баллистических ракет, то есть всех методов оружия массового уничтожения, кроме ядерного оружия, которого нет у Украины, и химического и бактериологического, которого даже Гитлер не решился применить. И все остальное... Секундочку. Это было принято по приказу визапрезидентца Джо Байдена, который приехал в Киев и отдал приказ о запрошении. Российское общественное мнение прекрасно это понимает. И это понимают все. Я думаю, и Майкл тоже это прекрасно понимает. Все-таки про 80% вы объяснили. А почему американцы тогда так спокойно относятся к русским? Объясню. Потому что мы чувствуем угрозу Америке. Америка на нас напала, поэтому чувствуем угрозу. А для Америки это лишь одна из многочисленных войн, которая ведет это великая сверхдержава. Но они уже понимают ее как главную. Они... Нет, я думаю, они понимают... 18% это максимально. Главное все-таки для них международный терроризм. Это у них значительно больше будет. Но просто они на самом деле... Конечно, Америка 100% не права в этом конфликте с Россией. Но Америка патриотическая нация. И там есть огромное количество людей, которые в любом конфликте Америки всегда Америка права. Даже если она ведет грязную войну в Украине, как говорила, грязную войну в Вьетнаме. Прошу. Вот Сергей Марков прекрасно показывает, почему антимериканизм растет. Вот есть такая акциома, очень хорошая, мне очень нравится. Чем хуже живут люди, чем вороватые и бездарные правители, тем абсурдный, примитивный, ложный антимериканизм. Понимаете? Возьмите Украину. Украина развернулась от России. Россия виновата в этом. Вот это... И разворот Украины от России, это не должно быть. Ведь Украина должна быть частью Российской империи. Всегда было так. Да вы не о том говорите, Майкл. Это уход Украины усугубляет ущемленность России. И это напрямую влияет на уровень антимериканизма. Потому что Америка должна быть виновата во всем. И в потере Украины тоже. И Сергей Марков показывает, почему американцы виноваты в потере России и Украины. А почему не потеряла Россия и Украину? Ничего. Мы уже... Была она оккупирована. Украина была оккупирована Гитлером. Потом освобождена. Сейчас она оккупировала Байдена. Майкл, вы объясните по английскому языку хорошим Джо Байдену, что он точно, Байден, не круче, чем Гитлер и Наполеон. Которые тоже оккупировали Украину. Я объясню вам и слушателям, что американцы не сделали Майдан. Это байка. Это неправда. Это неправда, Майкл. Американцы сделали Майдан. Я объясню. Известно воспоминания Николая Азарова, который говорил, что критический момент был. 10 декабря выдыхались уже эти... Они захватили какие-то вот эти вещи, их постоянно подстрекали туда. Но вы полагаете, что если сказал Азаров, значит, это правда? Ну, во-первых, да. Во-первых, да. Николай Янович Азаров один из самых честных людей в Европе вообще, да? Это хорошо всем известно. Значит, ну, суть-то заключается в том, что вот эти были неправительственные акции с оружием, с этими... Они уже с пистолетами, с октейлем молотов, захватывали здания. А из Вашингтона запрещали Януковичу использовать силу. Говорили, нельзя силу. А когда пришла промарионеточная вот эта вот бандитская власть в Киеве, проамериканская, им сразу же американцы сказали, авиации давайте, точками У, всем чем угодно. Представляете себе, вот эта вот разница в подходах. Януковичу запрещено дубинками, так сказать, против демонстрантов, а проамериканцам, ну, против проамериканских демонстрантов, а проамериканской хунте разрешено авиацией, танками, артиллерией, только что химическое бактериологическое оружие. Сергей Марков, подождите, подождите, ну... Можно я отвечу? Я понимаю, господа, у нас еще очень много участников в дискуссии. Я понимаю, но он сделал ремарку, мне надо ответить на ремарку. Ну тогда слушатели вообще никогда не смогут... Нет, почему, у нас еще 45 минут. Вы думаете, 45 минут проведут... Пускай коротко ответить. Ну, давайте коротко. Просто я уже устаю от этой глупой и тупой пропаганды. Не американцы сделали Майдан, не Янукович сделал Майдан. Это понятно, что причины Майдана, это внутренние причины. Я... Нет, вы не поняли. Господин Марков, ну то есть, господин Убумус. Нет, подождите. Причина демонстрации Янукович, причина госпереворота Вашингтон. Все пройдет. Демонстрации полно у всех стран. А мы-то... Демонстрации из-за плохого правительства. А госперевороты только там, где торгается другая сила и поддерживает государственных граждан России. Приказно это понимают. И 20% американцев не могут договориться о том, что произошло на Майдане, поэтому не любят друг друга. А американцы вообще не знают, что прошло на Майдане, потому что им пропаганда рассказала... Я не хочу про Майдан, я хочу про антиамериканизм. Можно? Я тоже пытаюсь напомнить, что у нас именно этот вопрос. Майдан уже... Только вот ответьте 879-му, который пишет. Обама прямо говорит, что Россия, в том числе, соответственно, и 879-й на втором месте перед ИГИЛ по угрозе. И после этого я могу любить США, пишет 879-й. Я уже сто раз отвечал на этот вопрос. Ну придется еще раз. Да, сто первый раз. Не было очередности. То есть он перечислил три угрозы, но не в порядке первый, второй, третий. Ну хорошо, третий. Не вопрос. Пусть будет третий. Но с каким отрывом, мы не знаем. В России и есть угроза. Президент Соединенных Штатов Америки говорит 879-му. Ты и твоя страна, угроза для меня. 879-й спрашивает, почему я за это должен любить? Для Америки это угроза мировой безопасности. Это, в первую очередь, европейской безопасности. Я не думаю, что Обама чувствует угрозу со стороны России на Америку. Потому что есть сдерживающие факторы, это ядерное оружие. Бать, не перевирайте Обаму. Он четко сказал, угрозы Америки. Он, понимаете, американским гражданам это говорил. И вы прекрасно знаете, все американские президенты прежде чем американским гражданам это говорят. Он четко сказал. И Эбола угроза Америки тоже. А Эбола тоже. Нет, ну Эбола, наверное, не любят Соединенные Штаты Америки. Понимаете, если уж по этой логике идти. Александр Фельдман послушал вас, господин Марков, и спрашивает, а в 1917 году часовню тоже Америка разваливала? Я уж не знаю, а какую. Нет, часовню в 1917 году, это я знаю, это перафраз из кавказской пленницы, да. Нет, Америка, я еще раз скажу, вы поняли. Я к Америке вообще отношусь очень хорошо. Великая нация подарила нам и интернет, так сказать, там и огромное количество самых интересных технологий. И в 20 веке она держала знамя свободы. Но сейчас Россия держит знамя свободы. Вот демократия, федерализм, это то, что американцы весь 20 век, а сейчас американцы предали в Украине и демократию, и федерализм. Сейчас Россия уступает за демократию, федерализм, сейчас в России Майкл Бом может отстаивать эту точку зрения. Сейчас на любом ток-шоу всегда есть, представляющий точку зрения Киева. А в Киеве, который оккупирован Вашингтоном, сейчас альтернативные точки зрения запрещены. Майкл Бом, все, Сергей Марков, Майкл Бом. Дайте свободу, федерализм и демократию. Дайте возможность сказать Майкл Бом. Поэтому она изменилась. Майкл Бом, прошу вас. Можно я объясню, к чему приводит такой бред? Такой бред? Господа, 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 стоп, 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 федерализм в Украине, америка за не против. Господа, смотрите, у нас есть кнопка, она называется выключение микрофона. И тогда мне просто придется так делать, что когда вы будете комментировать друг друга, будет слышно только одного. Ну, правда. Майкл Бом, прошу вас. К чему приведет вот эта антиамериканская истерия? Я бы лучше не говорил бред, а истерия. Вот, вы помните этот заголовок? Теракт в Париже устроили американцы. Ну, это версия эксперта там так написана. Да. И многие верят. Это версия Маркова. Это версия многих политологов. Нет. Ну, так в Америке тоже бывают эксперты. Теракт в Париже устроили зламисты. А госпереворот в Украине устроили Вашингтон. Вы это уже сказали. Дайте сказать Майклу Бому. Антиамериканизм везде, по всему миру. Но вот такой оголтелый, примитивный, пошли, подлый антиамериканизм, который мы слышим, что во всем виноваты американцы, даже в Париже теракт. Это в Париже такого антиамериканизма нет. Понимаете? Это в России это уже мейнстриновский антиамериканизм. Благодаря людям, как Марков. Потому что они тиражируют этот бред. Подождите, подождите. Опять вы на бред. Можно я скажу корень? Смотрите. Можно я объясню, в чем корень? Майкл, слушайте. Можно я объясню, в чем корень антиамериканизм? Пускай объяснит. Ура. У России Ваши виноваты, конечно. Нет. Проблема сугубо психологическая. Россия в глубине души, я изучал этот вопрос, Россия очень хочет быть, как Америка. Именно в том плане, что Россия была Америкой, и сейчас уже нет Америки. Россия хочет быть именно в этом положении, когда Россия сверхдержава, может диктовать условия. И вот эта ущемленность порождает именно, это один фактор, почему антиамериканизм бушует. Ну, тогда, Майкл, подождите секундочку, я просто хотел бы для того, чтобы понять, вот вы говорите, что это все потому, что Россия была великой, стала не совсем великой, если я правильно вас понял. Но 81% к США, говорят, недостаточно хорошо относятся, 71% к Евросоюзу, а чему там-то завидовать? А 64% вообще к Украине. Причем здесь завидуют? Нет, секундочку, подождите. Слово зависть вообще не фигурирует. Хорошо тогда, почему они плохо относятся к этим. Я еще раз говорю, что это две причины, Крым и Донбасс, и все. До этого вообще о России не думали, вообще не думали. И это еще хуже, потому что, понимаете, любовь и ненависть это две стороны одной миндали. Но если Крым и Донбасс, можно договорить? Хорошо. А можно не только Майкл будет говорить? Любовь и ненависть, ненависть это две стороны миндали, а равнодушие это еще хуже. И сейчас Россия получила то, что она хочет. Это, понимаете, что о России думали, с Россией считались. Сейчас с Россией считаются только в негативную сторону. Хорошо. За что боролись, на то и напоролись. Майкл, Сергей Майкл, прошу. То, что говорит Майкл, что это психология и так далее, там есть какие-то элементы, но это в основном претворечит к главному, претворечителю элементарной логики. Почему в 10 раз увеличился этот антимерриканизм за год? Что Россия стала больше ностальгировать, что ли? Да ничего подобного. Просто прошли определенные действия, Майкл. Не пить больше стали или не меньше в России, да? Не больше стали... Просто определенные действия были совершены. Они были совершены Вашингтоном. Это знает, Майкл, во всем мире. Не отрицайте реальные факты о том, что Вашингтон совершил государственный перерыв в Украине. Перерыв в власти, каравал, хунт и так далее. А у меня в связи вопрос. Я же сказал. Я же, знаете, Майкл, я же работал с американцем 10 лет. Я люблю, правда, Америку. У меня там очень много друзей и так далее. Но если Америка теряет таких людей, как я, потому что она теряет... Это значит, что она теряет свое право на лидерство в мире. Если Америка умудряется поссориться с такими людьми, как я, это значит, что она уходит. Вы не преувеличуете? Не-не-не, не преувеличивает. Маны увеличивают. Не-не-не-не, ничего подобного. Я же не сказал. Я же не сказал. Не я. Не меня теряет она. Я думаю, что Америка будет жить прекрасно без Сергея Маркова. Прекрасно. Майкл, послушай. Это тоже подход. Секундочку, подождите. Я же не говорю никакой анимации. Не меня она теряет. Я никто для Америки. Я как просто индикатор. Если она теряет таких людей, не меня. Вы не индикатор, вы диагноз. Вы диагноз. Диагноз и диазник. Да. Я бы попросил. Не-не, я диазник Америки. А Америки. Диагноз антиамерикализма. Это когда? Это я диагноз. Дайте мне возможность. И вот, секундочку. И вопрос включает в том, что вот я же говорю, почему она теряет-то? Потому что Америка раньше была за демократию и федерализм, свободу слова. А сейчас в Америке, ответьте мне, за федерализм кто на Украине? Россия или Америка? Мы же обсуждаем взаимоотношения. Марк, ответьте. Так в этом-то и смысл взаимоотношений. Мы понимаем о том, что Америка, которая раньше выступала Вы пытаетесь про другое говорить. Силой демократии, сейчас выступает силой террора. Мы об этом уже говорили сегодня, просто не хотелось бы повторяться. Тема-то другая. Вот смотрите, господин Марков. Например, вот Юрий объясняет, почему в России стали плохо относиться к Америке? Он пишет, просто Маркова стала в сто раз больше на телевидении. И Марков пропагандирует. Не один Марков. Есть сотни Марковов, которые по телевизору... Это господин Марков. Вот это чудовищная ошибка всех западных аналитиков, не только Майкла. Там прям тех людей, которые сидят в правительствах, в парламентах. Я с ними все время общаюсь, я знаю. Это у них чудовищная ошибка. Они все время думают о том, что антимериканизм народа меньше, чем антимериканизм элиты. Элита пропагандирует антимериканизм через средства массовой информации и навязывает народу. На самом деле ситуация прямо пределоположная. Антимериканизм народа выше, чем в средствах массовой информации. Майкл Боум, смотрите, а вам пишут в ответ, вот что. О какой пропаганде вы говорите, Жираф Мариус, у людей просто открылись глаза. Они поняли, что есть двойные стандарты, что есть лицемерный Запад и прежде всего Соединенные Штаты Америки. Да, есть. Ну и они увидят. Они этого раньше не видели. И антимериканизм везде. Вопрос в другом. Почему в России это превышает все международные нормы? Потому что только на Россию Америка напала. Почему был очень... В Афганистане такой же высокий, мальчик, Марков. Мы не услышим господина Боума-Боума. Был очень-очень важный вопрос год тому назад. Мы в этой студии обсуждали. Это вопрос Галупа. И там показывали четко, что международный стандарт это 24%. Считаю, что США угроза номер один. Это по всему миру. А в России 54%. То есть превышает международные нормы больше, чем два раза. Это заслуга Маркова. Нет, а в Афганистане, Майкл. Это Россия на первом месте. Выше Афганистана, выше Ирака. Выше тех стран, куда Америка вела свои войска. Это о чем говорит? Это говорит о госпропаганде, о Маркове. Хорошо, хорошо. Это огромное достижение, что можно... Майкл, вы не правы. В Афганистане, Ираке такая же высокая. Против кого? На кого Америка напала? Там высокий антимериканизм. Нет. Смотрите, 335-й пишет Майкл. Почему я должен любить Америку, когда она собирается поставлять оружие на миллиард долларов на Украину, чтобы убивать русских чужими, да и своими тоже руками? Вы не должны любить Америку. Никто не должен любить Америку. Нет, тогда не любить придет. И есть, за что не любить Америку. И есть, за что не любить Америку. Она собирается поставлять оружие. Но не надо доводить это до маразма, до абсурда. Вы заставляете Америку поставлять оружие? Во-первых, Обама против оружия. Ну, собираемся. Ну, подписал закон. Против, но закон подписал. Пока давайте не будем любить Америку преждевременно. Есть другие причины, почему не надо любить Америку. Но поставка оружия, Обама не решил по этому поводу. — Майкл, скажите, в Америке наших журналистов на дебаты вот так же приглашают этот вопрос традиционный? 891-й спрашивает. Часто в Америке приглашают русских журналистов на дебаты, чтобы вот такой спор был? — Русских журналистов, я не знаю, политологов, да. Никонов постоянно в CNN, хотя он жалуется, что есть цензура в CNN. Я не знаю про цензуру. — Марков. — Марков тоже. Он был на, как называется, Джон Стюарте. Стыпались над ним очень хорошо. Но на CNN тоже вы были. — Джон Стюарт, это, чтобы вы знали, это, может быть, самая популярная американская юмористическая передача. — Вся Америка знает Маркова сейчас, благодаря Стюарту. — Смотрите, Костой Марков. — Должен вам сказать так, что в Америке действительно российская позиция тоже может быть представлена. В Британии, так сказать, я действительно тоже выступаю по всем этим СМИ, она представлена. Но поскольку они все-таки считают себя людьми первого сорта, а те страны, которые они оккупировали в Украине, в Украине Маркову запрещено выступать. И запрещено выступать любому человеку, кто отставил... — А это все делает американцы? — Ну, это же известно, что американцы оккупировали Украину, поставили марионечную хунту, сделали государственным переродом. Это известно любому человеку. — Господин Марков, смотрите. — Только некоторые это отрицают. — Грабли пишут, человек так подписывается, грабли. А антиамериканизм, как мне кажется, следствие явления международного жандарма. Ну, то есть, когда американцы пытаются навести свой порядок... — Вы знаете, это где-то верно. Но здесь я... Это один из немногих моментов, где я с Майклом соглашусь. Поскольку действительно американцы жандарм, американцы, так сказать, глобальный, так сказать, лидер и так далее, да, то есть и ревность к ним, и недовольство каких-то там. И есть, так сказать, такой нормальный уровень антиамериканизма. Вот он говорит 24%, может быть, 24, так сказать, я спорить не буду, да. А мы ведем разговор о том, почему в России на порядок выше, так сказать, антиамериканизм в соответствии с обычной нормой. А Майкл считает, что это потому, что русские сумасшедшие, у них там комплексы там и так далее. — Ну, не говорил так. — Не-не, секундочку, подожди. — Я сказал, что есть люди, как вы, которые терроризируют этот бред. — Не-не, секундочку. — Вот я говорю, что не-не, ну, это люди, как я, то есть, что Россия там, они такие вот... Есть люди, тиражируют бред, так сказать, что они там, у них комплексы снедаемые, хотят они Америку. Вот его позиция. А я говорю, что это не от наших комплексов, не от нашего бреда, не от наших снов и не от наших, так сказать, фантазий. А это идет от фактов. И ситуация, изменившийся год, говорит, что резко изменились факты. Наш бред, наши мысли не поменяли сами по себе наше психологическое состояние. А вот факты изменились год назад. США совершили кровавый государственный переворот, прилили к классе террористическую хунту, которая начала с оружием массового уничтожения, убивать тысячи русских. И после этого изменилось отношение к Америке. — Это Сергей Марков, а Майкл Бом, вы лучше другое скажите. Абдул Хамид тут пишет. — Я понимаю, это вы сделаете после новостей. — После этого натиска я должен отвечать. — Я дам вам 15 секунд, не вопрос. — Нет, я не вижу. — Майкл Бом, Сергей Марков. — Дайте мне две минуты хотя бы. После новостей. — Давайте, сейчас начнутся новости. 19.30, потом реклама, потом баррикады. И первые две минуты за Майклом Бомом. — Внимание, внимание! Говорит Москва! — Девяносто четыре и восемь. — Разговор непримиримых в программе «Баррикады». Радиостанция «Говорит Москва» четверг, 19 февраля, 19 часов 37 минут. Мы говорим о том, что такое всплеск антизападных настроений в России и всплеск антироссийских настроений, в свою очередь, к примеру, в Соединенных Штатах Америки. Сегодня с нами Сергей Марков, политолог и член общественной палаты и американский журналист Майкл Бом. Это прямой эфир, можно писать через сайт, можно писать через твиттер, можно писать на смс-портал, можно звонить в прямой эфир. Но прежде две минуты, Майкл Бом, прошу. — Я не призываю никого, слушателей Маркова, никого к тому, чтобы любить Америку. Есть объективные причины, почему не надо любить Америку. Это агрессивная внешняя политика, это много чего. Но я призываю всех, и Маркова в первую очередь, к тому, чтобы не доводить антиамериканизм до абсурда, до маразма. Я говорю, есть международные нормы. В Франции не говорят, что американцы сделали теракт в Париже. Понимаете, был очень-очень хороший вопрос недавно, что 22% россиян считают, что Америка это самая крупная террористическая угроза России. Только 13% считают, что радикальный ислам самая крупная террористическая угроза. А с чего они взяли, что Америка будет, я не знаю, закладывать бомбу, ЦРУ будет закладывать бомбу в московском метро. С чего это... — Вам сказать? — Майкл, вам сказать? — Потом, что американцы сделали... — Вам сказать? — Нет, я не договорил. — Это спрашиваю. — Пока нет, пока нет. — Это монолог. — Что американцы послали метеорит на Челябинск. Понимаете, вот это абсурд. Надо стыдиться этого антиамериканизма. Это неприличествует великой державой. — Примерно то же самое было в Штатах. Правда, в годах в 70-м. — Что американцы говорили? — Ну, когда, то есть, даже астероид какой-нибудь, и тот русский присылал. — Во-первых, это мышление холодной войны. — Понимаете? — И весь этот бред... — Россия с Америкой уже в войне. — Не надо опускаться до такого низкого, пошлого уровня. — Есть причины, чтобы не любить Америку. — Америка в 70-е годы могла? — Потому что это холодный... Много было возможно в то время. Это не тот пример, с чего можно приравниваться. Я говорю, что сейчас не надо опускаться до такого уровня. Если вам не нравятся американские внешние политики, не говорите об этом бреде, что за всем злом стоят американцы. Это не так. — Майкл, тогда совсем коротко вы можете ответить? Один из наших слушателей пишет, что вы должны просто понять, у русских бывает либо любовь, либо ненависть. — Да, я... — Это две стороны одной модели, да. — Но сейчас мы не можем вас любить. — Я не призываю вас. — А другого не бывает? — Нет. — Нет? Наш слушатель не согласен. — Я объясняю вам. Самая главная причина, почему не любить Америку, если они объективны, если они бредовы, это другое дело. — Так любовь и ненависть — это же эмоционально. — Сергей Марков, прошу вас. — Я объясняю... — Но понимаете, Чавес тоже не любил Америку. И он сказал, что американцы насадили у него аурак. Это бред. — Хорошо. Сергей Марков, и все-таки только в микрофон, если можно. — Значит, вы знаете, я объясню просто, почему большинство людей полагает, что США представляют угрозу терактов. Вот, например, вы, наверное, знаете, Майк, вот сейчас арестован офицер СБУ, Службы безопасности Украины, которая, между прочим, давно уже превратилась новой украинской гестапо, которая организовала уже тысячи активистов, она их похищает, пытает, убивает. И эта СБУ управляется американцами. СБУ — это террористическая организация. Ну, нечто вроде такого... — Ну, это ваши оценки. — Да нет, это абсолютно... — Судебного приговора нет. — Ну, конечно, еще не было, да, потому что мы не решаемся объявить это. Но это очевидная террористическая организация. — Я Порошенко считаю сепаратистов террористами. Понимаете, дело вкуса. — Да послушай, да не... — Для вас они террористы, для других террористов. — Да не дело вкуса. Кто угодно. Террористы могут что угодно болтать. Мы террористы не должны слушать. Так вот. — Но тогда, получается, две стороны никогда не будут слушать друг друга. — Послушайте. — Вы бросаете эти шаблоны налево-направо. — ИГИЛ и Вашингтон обвиняют друг друга в терроризме. Но мы знаем, что в этом конфликте ИГИЛ и Вашингтона все-таки террористы ИГИЛ, а не Вашингтон. Хотя Вашингтон проводит достаточно жесткий. Точно так же и здесь. И вот этот офицер сказал о том, что американские и украинские спецслужбы готовят теракты в городах России. Он уже об этом рассказал. И мы знаем, что эта волна терактов должна остаться. Вы говорите, что это бред. А мы говорим, если вы хотите, чтобы мы отказались от этого бреда, Майкл, очень легко прекратите, чтобы СБУ проводила террор против политических компонентов. Вы все! Прекратите террор! И мы поверим, что вы не террористы. Я против этих ярлыков. Это не ярлык, Майкл. Что безопасность Украины проводит террор. Это не ярлык. Эти факты выпьют много раз. Если режим в Киеве фашисты, потому что они борются против сепаратистов, значит Елцин тоже был фашистом, потому что он боролся против сепаратистов. Сергей Марков, господа. И это первая чеченская компания. А есть еще вторая чеченская компания. Да не сепаратисты они в Донбассе. Они антифашисты, понимаете? Они же не против... Получается, что у вас есть, правда, а у Гома нет. Послушайте. И чеченцы тоже будут антифашисты. Они считали Москву тоже фашистами. Да и не, чеченцы не считали Москву фашистами. Вы не знаете, есть терроризм. И он в наличии. Этот терроризм служит безопасности Украины. Андрей спрашивает вас, господин Марков, он, во-первых, пишет, что вы пропагандист, что вы очень похожи на советского ведущего международной панонамы, которые не любили Америку, но, находясь в Америке, американскими достижениями пользовались. Вы пользуетесь американскими достижениями? Ну, конечно. Я же сказал, что я люблю Америку. Я люблю Америку. Я считаю Америку великой страной. Но я больше сейчас придерживаюсь американских ценностей, Майкл, чем вы, чем американские политические деятели. Я стою на стороне ценностей, которые сделали Америку великой страной. А вы ее, американцы, предали. Вы предали федерализм. А я за федерализм. Скажите, что нужен федерализм в Украине. Нет, вы боитесь. Сергей Марков, Майкл Бом, 105-й, пишет. Это опять все про то же. Америка перед падением Берлинской стены, пишет 105-й, обещала, что НАТО не будет продвигаться на восток. Ну, а как можно верить? Я тоже устаю от этого вопроса. Ну, а вы будете с этим сталкиваться неоднократно. Не было этого обещания. Не было. Это выдумка. Это выдумка Маркова и других. Все говорят особые ла. Сам Горбачев отрицал это. Он был самой главной фигурой в этом деле. Это он и Бейкер. Якобы Бейкер обещал Горбачеву. Да не Бейкер. Горбачев годом, 4 месяца тому назад, отрицал это в интервью в российской газете. Такого просто не было. Это байка. Не было обещания. Господа, надеваем наушники. 7373948. Телефон прямого эфира. Наши слушатели все-таки успеют присоединиться к нашей беседе. Слушаем вас. Здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю, Майкл. Да. Вот у меня вопрос следующего характера. Вот вы говорите, что отношение к Америке совсем правильное, не совсем нужное. Ну, так нельзя. Скажите, пожалуйста, не ваш ли президент совсем недавно сравнил Россию с угрозой? То есть мы вторые после вируса какого-то. Мы же говорили об этом. Да, но мы говорили об этом уже сегодня. Как вы думаете, ну, действительно, простой народ, да, беру простой народ. Как он может относиться к этим? Нет, ну, это уже было сегодня. Нет, давайте не будем. Я не очень согласен с этой оценкой. Я считаю, что Россия это угроза европейской безопасности и миропорядку. Это не угроза Америки. Я не согласен с оценкой Обамы в данном случае. Я хочу еще одно сказать, что почему антиамериканизм в России так бушует до такого абсурда, что антиамериканизм стал главной составляющей госидеологии. Это и суд госроссийской идеологии. Вы не найдете ни одного патриота, в кавычках, типа Маркова, который не... А может быть он просто патриот без кого? Марков сказал, что он не против Америки. Который не ругает Америку. Если вы ругаете Америку, вы хороший патриот. Господа, мне нужно пару вопросов таких коротких задать от наших слушателей. Ну, во-первых, между Россией и Америкой есть какая-то война? Если есть, то какая? Сергей Марков, коротко. Идет гибридная война, Соединенные Штаты атакуют Россию с целью государственного переворота, установления марионетчного правительства. Гибридная война это? Гибридная война, сочетание дипломатической войны, санкционной войны, информационной войны, войны спецслужб и войны на поле в Азии и Удейсе, когда проамериканские солдаты, как говорят в СНН, убивают людей на Донбассе. Сергей Марков, Майкл Бум. У американцев нет гибридной войны. Между нашими странами нет войны. Никакой. Информационная война, но гибридную войну изобрела Россия. Начнем с этого. До Крима, до Донбасса, у нас между США и Россией была куча примеров сотрудничества. И даже припутанной в начале 2000-х. Сейчас это фактически все прекращено. Некая война идет. Да, информационная. Хорошо, следующий вопрос. Так получается, пишут наши слушатели, что две стороны очень жестко и четко только и говорят, что а вы вот это сделали, а вы вот это. Мы можем как-то договориться, Сергей Марков? Нет, невозможно договориться, пока не прекратится агрессия. Это все равно, как если бы мы пытались договориться с Наполеоном Бонапартом, которые стояли там в районе Смоленска. Ну, подождите, а в отличие от Бонапарта, Обама-то не стоит в Смоленске? Нет, он и стоит уже под Смоленск. Извините меня. Еще раз. Украина оккупированная Соединенными Штатами страна. Власти находится террористическая марионеточная хунта. Но даже если там нет американских граждан? Послушайте, во-первых, там есть американские граждане. Все ключевые решения в Украине принимают американские граждане. И на американские офицеры решают, кто будет президентом, кто будет главой СБУ, кто будет премьер-министром. Договориться невозможно. И будет или нет война. Майкл Бом, прошу. Договориться очень сложно. Время вылечить, конечно, нам надо ждать очень много времени. То, что мы слышим от Маркова, это классический, он сваливает с болной головы на здоровье. Это абсолютно провальная политика России на Украине. Украина потеряла... Но господин Марков-то говорит, что это у Штатов провальная политика. Россия... Я не сказал, что мы в Америке провали. У Америки очень успешная политика в Украине. Удалось ссориться со всеми, со всеми союзников вообще нету в России. И Марков пытается... Я понимаю, что удобно сваливать все на Америку, но это смешно, это нелепо звучит. А чем Россия угрожает Европе, спрашивает 446-й? Нарушение базовых принципов европейской безопасности. Это территориальная целостность других стран. Это нельзя взять чужую территорию силой. Это основополагающий принцип европейский вообще и мировой безопасности. Америка вообще в чем-нибудь виновата, 496-й спрашивает. На Украину? Не знаю, тут такой вопрос. Нет, Америка виновата во многом. Но если речь идет о Украине, это Россия завалила эту украинскую кашу. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, уважаемый гость. К сожалению, господин Марков, называя патриотизмом, с ее позицию, демонстрировавшительную психоэкспортическую форму идиотизма. Я на стороне Майкла, который стал развивать экономические проблемы России, внутрепартийные проблемы России. Диктат Путина, не до подполковника, который привел к данному статусу Россию, а который вытирает ноги уже при Балтийской стране. Вот так, именно в таких формулировках Сергей Марков. Это подтверждение моих слов, этот товарищ сказал. На самом деле, прекрасно говорит, американская пропаганда, сейчас которую Майкл нам транслирует, в том числе, она направлена на свержение законно избранного президента Российской Федерации. И в этом смысле компромисс невозможен. Америка играет с нами игру с нулевой суммой. Они стремятся нас победить полностью. И мы, естественно, должны отбиться от этой атаки. А у кого сколько союзников? Как поддерживают или нет? От американской истерии, фобии и мания. Как США... Ну, у вас тогда получается антирусская фобия и мания. Я вам скажу так. Как США собираются скинуть Путина? Я просто не представляю. Слушай, как они скинули Януковича. Через Навального? Нет, слушай, как они скинули Януковича. Вот примерно так. Они не скинули Януковича. Майкл, а я вам напомню. Это ваша фантазия. Майкл, это не Майкл. Она помнит. Мы же с вами давно сотрудничали. В том числе это Москва-интайз. Помните еще я вам говорил о том, что будет государственный переворот? А вы говорили, что нет, это демонстрация. А я сказал, будет государственный переворот. И он случился. Потому что вы хорошо знали Януковича. А я вам сейчас скажу, будет попытка государственного переворота в России. Организованная спецслужба. Одновременно будет попытка организовать серию терактов. И будут это делать террористическая организация с службой безопасности Украины. Которая, к сожалению, находится под контролем ЦРУ. Это невозможно делать революцию печеньками. Ее делают не печеньками. Революцию. 134, 21, 35. 134, 21, 35. Вам ближе позиция Майкла Бома. 134, 21, 36. Вам ближе позиция Сергея Маркова. 134, 21, 37. Вы голосуете против всех. Голосование пошло. Мы продолжаем принимать звонки наших слушателей. Голосование идет параллельно. 7373, 94, 8. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Майклу можно обратиться? Да, можно. Майкл, иди нахуй. Так. Вот этого человека мы пометим. У него зашкаливает то, о чем мы сегодня говорим. Один из моих поклонников. Вы думаете? Да. Вы думаете, это вот тот самый шаг от любви до ненависти и наоборот. Люди, которые ругаются ума, то просто психически неадекватные люди. 7373, 94, 8. Мы сделаем соответствующую пометку. 7373, 94, 8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, гости. Хотел бы одну ремарку сказать. Чем отличается, собственно, то, что происходило в Чечне и то, что происходит в Донецке? Отличие очень простое. Чеченцы устраивали террористические акции на территории Российской Федерации. Поэтому они террористы. Поэтому была антитеррористическая операция на территории Чечни с зачисткой террористических групп. Донецке, представитель Донецка и Луганск на территории Чечни, насколько мне известно, ни одного террористического акта на территории Украины не устроили. Но мы-то все-таки не это обсуждаем. Короткий комментарий вы можете дать, Майкл Бум. Плюс к этому было сепаратистское движение у чеченцев. Они объявили о Ичкере, о независимости Ичкере от Российской Федерации. И, между прочим, я защищаю действия Москвы. Никакая столица не позволит, чтобы один регион откололся от своей страны. Но Донбасс не требует отделения. Донбасс не требовал отделения. Донбасс требовал законности, права, федерализма, то есть демократии. Свободу слова. Донбасс требовал, чтобы власти не было незаконно. Законная террористическая ультра-наститическая хунта. Вот это требовал Донбасс. И за это их начали бобить из авиации по приказу директора ЦРУ. Юрий спрашивает. Александр тут пишет. Это человек, который матом ругается с разных номеров. По голосу уже узнаю. Вот один человек. Да не надо о нем. Забудьте о нем вообще. Забудем. Забудем, забаним. Скажите, господин Марков. Юрий спрашивает. А где транслирует? Вот вы говорите, транслирует американскую пропаганду. Где-то транслирует в России? Ну, конечно. Ну, во-первых, Майкл ее транслирует. Поскольку у нас свободная страна, он ее транслирует. Знаете, типички во всем виноваты России. Это отличная американская пропаганда. Второе, это «Эхо Москвы», «Новая газета». А кто владеет «Эхом Москвы?» Американцы? Газета «Ведомости». Кто владеет «Эхом Москвы?» Не американцы. И тем не менее, там транслируются американские пропаганды. Кто владеет «Эхом Москвы?» Значит, свобода слова. «Газпром». Не-не-не, «Газпром» — это куда более русское. Мы свободная страна. Транслирует, занимает транслирующие. А почему «Газпром» пропагандирует Америку? Не «Газпром». У нас нет такой жесткой связи, связи между владельцами и редакционной политикой. У нас свободная страна. 134-21-35, вы на стороне Майкла Бома. 134-21-36, вам ближе позиция Сергея Маркова. 134-21-37, вы голосуете против всех. 7373-94-8, слушаем вас. Алло. Да, вы в эфире. Добрый вечер. Вот хотелось бы Майклу задать вопрос. Когда развалился Советский Союз, Германия объединилась. Когда в Украине произошел переворот, украинская тогдашняя республика Крым объединилась с Россией. Не видите ли вы сходства? Во-первых, Германия объединилась в 1990 году, до краха, развала Советского Союза. Разница в том, что оба государства согласились. И Советский Союз в 1990 году был за, и США были за, все были за. Только одна Марга Тетчер была против, и Хонекер был против. Восточная Германия просто, они хотели больше не жить в этом соцлагере. Кто-то хотел, кто-то нет. Нет, Хонекер, элита, конечно, хотела, но народ не хотел. Больше жить в этой бедности. Юрий пишет, что Германию вообще до самого начала насильно разделили. Я не договорил. То есть, почти все, 99-99% были за. А в примере Крыма вся Украина была против. Вот в чем дело. Украину никто не спрашивал, Майкл. Вы здесь не обманывайте нас. В том-то и дело. Украина была подавлена террористической хунтой. И восстание в Крыму началось в демократических формах именно против власти хунты. Они отделились не от Украины. Они отделились от криминальной хунты. Крым отделились без согласия Киева. Естественно. А это было невозможно получить согласие. Потому что власть Киеви была узурпирована марионеточной оккупационной правительством. Но смотрите, в любой пример всегда мы все-таки обсуждаем немножко другое. И таким и этим обсуждением как раз подтверждаем главную тему. Тут вот Александр Фельдман пишет. Пример с Германией уже некорректен. Потому что ГДР была независимым государством. А Крым был частью Украины. Так, почему вы называете хунтой законно признанное правительство Украины? Спрашивает Александр Фельдман. Потому что это хунта. Вы знаете, у нас... Я считаю, что ошибка большая, что мы признали эти полицифицированные выборы. Президентские и парламентские. Это огромная политическая ошибка. Которая позволяет задавать такие вопросы очень много. То есть Порошенко ненародный избранный президент. Безусловно, ненародный избранный президент. А Россия признала? Это большая ошибка. Мы признали. Только потому, что мы полагаем, что с этим олигархом договориться легче, чем с очевидными маньяками, убийцами типа Турчинова, Яценюка, Авакова и Наливайченко. А это ошибка была наша. Майкл, революцию делают как раз печеньками, пишет 807-й. Потому что все это уже проанализировано. Технология простая. Палатки, печеньки, танцы, костры. Ну, просто они все одинаковые. То есть Янукович не при чем? Нет, Вы знаете, Янукович протесты сделал. Госпереворот сделали американские спецслужбы. Это всем прекрасно известно, Майк. Вы, ну, логику-то простую не отвергаете. Это элементарный факт, который знают все. Его элита предала его. Его элита предала его. Это причина, почему он сбежал. Нет, позвольте. Революцию делают народ, а элиты. Госпереворот делают элиты и внешние заказчики. Это типичный пример Украины. Его элита кинула Януковича. Да ничего подобного. Они поняли, что это абсолютно бездарный, беспроспективный, вороватый. Янукович проиграл, когда по приказу Джо Байдена он отказался использовать силу против неонацистских боевиков, захвативших центр города. Когда он сказал, что я не буду использовать силу против бандитов, тогда ему сказали, да пошел он куда подальше. Кто будет идти среди людьми, которые не сопротивляются бандитам? Мы заканчиваем программу. Понимаете, Вы тоже думали, что американцы сделали протесты в Гонконге. Это бред. Сивы кобыли. Вы знаете. Все протесты это американские руки. Да нет, не все протесты. Вы сказали, что за Гонконг американцы. Как долго может продлиться ненависть между двумя странами? В Гонконге есть протесты. У всех протестов есть природная основа. Американцы послали митерой на Челобинском? Часто нет, не послали. Часто есть внешняя основа. Господа, слава богу. Сергей Марков, как долго мы можем не любить друг друга? Мы с Америкой придем опять к хорошим отношениям после того, как американцы поймут о том, что нельзя идти по пути... Как долго? Я не спросил. Я не знаю, как долго. Когда американцы поймут, что не нужно идти по пути Гитлера и Наполеона, атаковать Россию, что Россия не сдастся, сразу будут получаться отношения. Россия, надо меньше думать об Америке. Надо меньше думать об Америке, меньше зацикливаться на Америке и больше думать о своей собственной стране. Как создавать экономику, как повышать уровень жизни русских и меньше думать об Америке. И потом все встанет на свои места и будет улучшение российско-американских отношений. Вот это потом. Как долго мы можем... Да никто не знает. Никто не знает, Майкл Боу. Я не знаю. Это все зависит от Кремля. Если Кремля будет избавиться от этой дурной привычки, сваливать все на Америку... Все зависит от партии войны в Вашингтоне. Тогда все будет нормально. Агрессию против России, ситуация будет улучшаться. Но это будет не скоро, потому что, я еще раз говорю, что это база российской госидеологии. Надо избавиться от этой госидеологии антиамериканизма. Американский журналист Майкл Боум и 33% тех, кто принял участие в голосовании на его стороне. Сергей Марков, политолог, член общественной палаты. И 61% тех, кто принял участие в голосовании на его стороне. И 6% проголосовали против всех. Это была программа «Баррикады». Прямо сейчас будут новости, потом реклама. А через несколько минут начнется программа «Отбой». «Баррикады». Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.